Каким будет предстоящий футбольный сезон для мурманских команд? Руководитель Федерации футбола области ответил на вопросы журналистов. Как организован региональный чемпионат? В каком состоянии команда «Север» и когда ждать ближайших домашних матчей? Подробнее в материале Алиси Кривенко. В Мурманскую область наконец-то пришло долгожданное тепло. А значит, пора начинать футбольный сезон. И уже в июне северян ждет много интересного. Одно из главных событий – это Суперкубок Мурманской области. В прошлом году его обладателем стала команда «Арьес». Суперкубок у нас пройдет в городе Мурманске 2-го числа в 14.00 на центральном стадионе профсоюзов. В чем же сложность большого футбола для Мурманска? Во-первых, это количество игроков. Футболисты покидают команды по разным причинам. Личные, финансовые. А где-то один вид спорта начинает вытеснять другой. Так, например, в Североморске футбольное поле превратили в хоккейную коробку. Этот зимний вид спорта, по словам руководителя Федерации региона, буквально переключил на себя внимание. Так что на чемпионате области по футболу выступит скорее рекордно низкое число команд. В этом году он стартует 8 июня. Подали заявки на участие 8 команд. 8 команд это представлять будут Кавдор, Кандалакшу, Апатиты, Александровск, Манчегорск и Мурманск. А что касается легендарного Севера, то он свой сезон начнет 1 июня против Гуар-Карелия. Состав у нашей команды сильно поменялся из-за ряда проблем. Уровень сыгранности болельщики смогут оценить во время серии домашних матчей. Они состоятся в Мурманске 11, 15 и 19 июня. В Севере зарплаты небольшие, от 5 до 30 тысяч рублей. Естественно за эти деньги никто играть особо не хочет. Чем плюс Севера, то что у нас это не основной вид работы. И многие из футболистов еще кто где работает, кто где играет еще. Поэтому нам удается еще так их удерживать. Вот в этом ключе, что нет такой привязанности как в профессиональной команде. Что ты должен именно в этой команде быть, жить и получать деньги. Поэтому вот такая ситуация. Повлиять на успехи Севера, среди которых только 4 уроженца Заполярья, сможет строительство футбольного манежа. Такие планы есть на 2025-2026 год.